Юлия Огнева, Алексей Кузнецов. В утреннем простом человеческом шоу. Все свои. На Радио 54. Привет, родные. Ну а эфир простого человеческого утра на Радио 54, друзья, теперь можно и посмотреть на YouTube-канале ОТС. Подключиться можно прямо сейчас, подписаться необходимо обязательно, мы помашем сейчас, да, все вместе в студии, кроме Кузнецова, но это он не умеет делать. У меня руки заняты. В камеры телеканала ОТС. Нас уже сейчас можно посмотреть на их канале. Напишите, кстати, как видно, как слышно, друзья, кто подключился сейчас. У нас долгожданные гости в студии, наши большие друзья, ребята, которыми вся команда Радио 54 абсолютно искренне восхищается тем, как они выглядят, как они поют, какую энергетику транслируют в окружающее пространство при помощи своих голосов, музыкальных инструментов. Они это делают восхитительно. Я влюблена, Кузнецов, уже очень давно. На моей памяти это уже третье пришествие на Селухе, да? Ну все, неважно какое, главное не последнее. Так вот, в честь чего? Событие-то важное, друзья, грядет 16 апреля на календаре совсем скоро, 21 числа. Что случится? Где? Расскажите, чтобы все слушатели Радио 54 еще успели купить билеты. Ну давайте сначала поздороваемся со всеми радиослушателями. Всем привет! Всем привет! Всем привет! 21 числа в Евразе концертном зале наш сольный концерт. Очередной уже 16 лет мы радуем наших зрителей. И вот наконец-то закончился вот этот год сидения дома, и мы вышли в свет. Ура! Это правда. И всех призываем встретиться вместе с нами. Как концерт называется? Пока гармония играет, Россия жива. Это абсолютная же правда. Абсолютно. Абсолютно. Вот пока мы слышим гармонь, все, вот это вот трепет в душе, он будет сохраняться с каждой минутой. Для тех, кто может не в курсе, ну, радиослушатели у нас разных возрастов, КЦ Евразия, кто не знает, это бывший ДК-строитель, да, все проще. На Селезнево находится. Селезнево 46, метро Березовая роща. А еще остались вообще места, скажите честно? Еще можно купить вообще билеты? Ну, не все места проданы. Это вот важно. А еще кое-какую часть билетов можно успеть за ближайшие дни выиграть в эфире Радио 54. Но просто слушайте внимательно наш эфир. Может быть, мы сразу к прекрасному? Я думаю, что вот с этой строчки, пока гармонь играет, Россия жива, мы и начнем. У нас есть фирменный рэп под гармонь, поэтому давайте... Рэп под гармонь? Рэп под гармонь. Ребята, делайте громче, сейчас будет просто огонь. Привет всем, привет со сцены. Мы у микрофонов, а значит, наше время. Нечего медлить, пора начинать. Давай нашу, давай зажигать. Сегодня в этом зале зажигает веселуха. Веселуха, это клево, веселуха, это круто. Чистушки, песни и шутки не кончаются. Веселуха говорит вам, все только начинается. Эй, ребята, читаю рэп для вас. Он в народном жанре, пускайтесь-ка вы в пляс. Рэп молодежь уважает очень сильно. Рэп под гармошку в наше время стильно. Этого парня вы, конечно же, узнали. Он стал популярным на ютуб-канале. Миллионные просмотры Дима собирает. Лишь Агафья Лыкова пока меня не знает. Сегодня в этом зале впечатлений будет море. Для вас сыграет Гальянов Анатолий. Знают его не только в Сибири. Он заслуженный гармонист России. Сегодня в этом зале зажигает веселуха. Веселуха — это клево, веселуха — это круто. Частушки, песни и шутки не кончаются. Веселуха говорит вам, все только начинается. Веселее! Гармонь, говорят, нынче не в моде. Но все же популярна она в народе. И пусть о ней не знает вся страна. Пока гармонь играет, Россия жива! Гармошка для нас — это главный инструмент. Достояние народа — это радостный момент. Пусть гармошка играет, пусть гармошка поет. Сердце живет, за собой уведет. Не бойтесь, друзья, браться за новое. Знаете, друзья, вы способны на многое. И если даже что-то иногда не получается, Веселуха говорит вам, все только начинается. Эх, растянем гармонии, ребята. Пусть улыбнутся в ответ нам девчата. Молодость наша всех нам милее. С песней задорной и жить веселее. С песней задорной и жить веселее. Ну вот как-то вот так. Ах, не могу, жарко. Как же дальше же работать-то невозможно. Сразу хочется впляс. И это нормально. Это нормально, потому что энергетика у Веселухи всегда такая была. Представляешь, в пятницу включил вовремя правильную радиостанцию. Поймал вот этот верный посыл, что совсем справимся. Все точно у нас получится. И хорошие выходные обеспечены. А после выходных два дня поработали и в среду на наш концерт. Как бы среда немножко такой разгрузочный. И еще четверг, пятница и опять выход. Если у вас были какие-то планы на среду, на вечер, друзья, меняйте срочно, приобретайте пока есть билеты. Мероприятие 12+. Я бы сказал даже 0+. А можно с маленькими детьми? Абсолютно. 0+, приходим, слушаем, гармонь, наслаждаемся. Пошутили однажды. 0+, это как? С роддома сразу? Да, да, да. И едем на концерт. Да можно, я думаю, даже нужно беременную, например, прийти. Допустим, вот ребеночек тоже в животе послушает. Сразу такой оп. И, возможно, с хорошими вокальными данными. Вот смотрите. Интересно, мы не предлагали задавать вопросы. А вот, пожалуйста. Как уговорить сына, спрашивают, не бросать заниматься баяном. 8 лет играет, уже 2 года хочет на гитару уйти, говорит проще. Вот надо сейчас какие-то такие слова подобрать для сына. Пусть как к нам на концерт придет? Вот. Послушает, как можно. Вот. И, возможно, что у него что-то... И как-то вдохновиться, правда же? Вдохновиться, конечно. Самое главное, молодежь должна видеть, где это можно применять, правильно? То есть учиться это одно дело, а потом как с этим жить дальше. Поэтому наш концерт там, например... Свадьба-концерт и юбилей. Абсолютно. Это в том числе. Никогда не отменял. Да, да, да. Ой, я представляю свадьбу с Веселухой. Вот почему у меня свадьба была в Томске, а я не знала о вас, что вы вообще такие существуете. Потому что мы еще в Томске, тогда не выступали. Я бы выписала бы вас из Новосибирска. Ну что? Давайте еще одну свадьбу. Давайте, конечно. Да, хорошая идея, кстати. Я подумаю об этом. Ребята, вот если не секрет, пригласить вас, это вообще сильно большие деньги или достаточно доступно? Ну, тут многие же там дни рождения, какие-то корпоративы. Я думаю, что это доступно абсолютно всем. Конечно, конечно. Абсолютно. Причем, что ты получишь на празднике, пригласив Веселуху, это не измеряется в деньгах. Это же... И потом результат знаешь заранее. ...память на всю жизнь. Конечно. А может быть мы еще что-нибудь вот такое душевненькое. Есть у нас авторская песня. Как раз вот этот год тяжелый был. И мы стали поздравлять людей дистанционно. Здорово. И мы написали песню «С днем рождения». И вот сейчас мы хотели бы исполнить для всех слушателей... Возможно, сегодня у кого-то день рождения. У кого-то день рождения, конечно. Может быть... У Пугачевой. Вчера был. Вчера был, да. Но мы ее тоже поздравляем. И... Ну, пока готовитесь, вопрос еще. Вот 913-381-05-54, друзья, ну, хочется задавайте. А скажите, пожалуйста, есть ли музыкальное образование у артистов Веселухи? Обязательно. Обязательно. Музыкальное образование только высшее, только музыкальное. Вот так? Да. Вот так образование. И 16 лет практики. Что гораздо важнее, наверное, для любого образования. И лучшая песня еще не написана. Вот ключевая. И учимся, учимся, и еще раз учимся. Каждый день. Что сейчас будет за история? Сейчас будет наша авторская песня, которой мы поздравляем всех новосибирцев, которые родились в апреле, и не только, и заранее с днем рождения. И песня эта называется «Этот день твой сегодня». Эй! Этот день наступил, и на сердце тепло. Ох, тепло! Оттого, что мы рядом с тобой. Поздравления, песни, стихи и слова. Пусть сегодня звучат в адрес твой. Этот день твой сегодня. С днем рождения тебя. Поздравляют родные, поздравляют друзья. Пусть сегодня. Черно-белой лентой идет наша жизнь. Ох, наша жизнь. Но и радуги есть в полосах, и подснежник весной и мгновения любви. Блеск в глазах и детей голоса. Эй! Этот день твой сегодня. С днем рождения тебя. Поздравляют родные, поздравляют друзья. Этот день твой сегодня. С днем рождения тебя. Поздравляют родные, поздравляют друзья. Ай, хорошо, слушайте, а если хочется кому-то подарить, к примеру, музыкальный эксклюзивный материал от вас Как много времени у вас уходит на написание вот такой истории? Да, очень быстро, на самом деле Смотря какая песня, если из нашего репертуара это абсолютно быстро А если какую-то особенную подготовку Вот прям для человека, под его имя, под его жизнь Можно, да, ну дня за два, три Без проблем Легко, абсолютно Слушайте, на нас тут обижаются на эфирном васапе, пишут Нет, вот требуют деталей про образование музыкальное Значит, надо рассказать По какому классу, где, что оканчивали Очень просто Вопросы же вроде, да? Да, абсолютно Смотрите, у меня большая практика, потому что мои родители музыканты То есть папа потомственный гармонист, поэтому им все это мне передалось И они меня благополучно сплавили в музыкальную школу И я закончил по классу баяна Но потом это культ просвет Как говорится, наш колледж Ну и консерватория Поэтому все в порядке Классика, да? Да, абсолютно Да, но я тоже обучался И музыкальная школа по классу баяна В колледже культуры Но в итоге закончил НГПУ, факультет культуры И вот так Ребят, я понимаю, почему люди спрашивают Не потому что они вам как-то не доверяют Конечно Они просто думают, куда детей своих пристроят Абсолютно верно И еще, смотрите, пишут, Вячеслав Как баянист баянисту Абсолютно восхитительно исполняете Побольше бы таких, как вы Ну вот реальные слова из народа А ватсап открыт, друзья Мы в гостях вместе с Веселухой до 11 часов Подключайтесь, пожалуйста, к YouTube-каналу ОТС Смотрите за происходящим в студии Мы буквально через минутку вернемся Не отключайтесь Еще больше приятных музыкальных подарков От Веселухи впереди по курсу Все шоу как шоу А у нас все свои И наши отзывчивые ватсап 8-913-381-05-54 Привет, родные Всех своих носи с собой На радио 54 утреннее шоу Все свои С Юлией Огнивой и Алексеем Кузнецовым Мы уже на самом деле привыкли Анонсировать в эфире радио 54 Какие-то живые встречи и концерты И вроде как вот это воспоминание О пандемийном испытании для творческих людей Начинает покрываться мхом потихонечку И дай бы бог Чтобы больше таких серьезных испытаний Не выпадало в первую очередь И, конечно же, на вашу долю Как справились? Ребята, признавайтесь Для вас это было серьезное испытание? Да Абсолютно Я думаю, что для каждого музыканта в мире Абсолютно верно Это было очень серьезное испытание Нужно было выкручиваться А самое главное Это поддерживать связь Между своим зрителем и музыкантом И как вы выкрутились? Мы сразу после того самого концерта Который вот у нас юбилей, 15 лет Мы сделали прямые эфиры То есть прям в YouTube Канал прямые эфиры И за год 40 прямых эфиров провели Ух ты Самое главное, что народу было 5000 человек в каждом прямом эфире Ничего себе 5000 То есть по сути Новосибирске нет такой площадки Которая бы вместила это все аудитория Но благодаря интернету Она собралась И мама придумала у Димы слоган Значит программа называется Музыкальный балкон Стадион собирает стадион Ну 5000 представляет На балкончик Мама молодец Но все равно же живых глаз-то не хватало Наверное, правда? Ну чтобы вот так вот Встали и аплодируют стоя Да, вот эта энергетика зала Вот именно поэтому 21-го мы ждем Ждем своего зрителя Чтобы с ним вот этот контакт Физически, так скажем, наладить Душевный Вот когда ты в глаза в глаза Душа в душу смотришь Друзья, пока еще есть какое-то количество билетов Успеть приобретать Либо выиграть в эфире Радио 50 Но сейчас очередная замануха от веселухи От веселухи Замануха веселуха очень хорошая Мы еще такой рифмы думали Медовуха, плясавуха Если что, обращайтесь У нас с этим проблем нет А пусть слушатели пришлют какую-нибудь рифму Рифму, рифму, рифму Вот у нас еще до конца эфира Порядка пяти минут, друзья Поэтому на эфирный ватсап Вот кто пришлет лучшую рифму Сейчас, к слову, веселуха А ребята оценят Тот получит подарки, обещаем вам От простого человеческого утра Утро Итак, 913-381-0554 Маме уже надо заочно Лучшая рифма к веселухе Четыре минуты Пока вы фантазируете А что сейчас будет за музыкальная история? Музыкальная история называется Наша авторская песня Про Новосибирск Называется она Поэтому очень любим Город на Аби Аранжировка Дмитрий Ивашенко Автор Анатолий Гальянов Точно Поем Поем Новосибирск Но есть один роднее и понятней Понятней Новосибирск Я кланяюсь тебе Прекрасный город Наби Новосибирск Ты в моем сердце Навсегда Новосибирск И где бы я ни было тебе Пою Новосибирск Ведь я тебя люблю Прекрасный город Наби Новосибирск Ты в моем сердце Навсегда Новосибирск И где бы я ни было тебе Пою Новосибирск Ведь я тебя люблю Столицею Сибири Величаем Величаем Тебя мой город Мой Новосибирск И радость и печаль С тобой встречаем Встречаем Горжусь, что здесь живу Новосибирск Прекрасный город Наби Новосибирск Ты в моем сердце Навсегда Новосибирск И где бы я ни было тебе Пою Новосибирск Ведь я тебя люблю Давай, давай, давай Еще Ну а жителям города Новосибирска Мы желаем доброго утра Дуэт веселуха Анатолий Гальянов И Дмитрий Ивашенко Эй Еще, еще Новосибирск Прекрасный город Наби Новосибирск Ты в моем сердце Навсегда Новосибирск И где бы я ни было тебе Пою Новосибирск Ведь я тебя люблю Новосибирск Ведь я тебя люблю Эй Эй Ча-ча-ча-ча Народное творчество с эфирного ватсапа Если что-то понравится, дайте знать, моргните правым глазом Мы сразу отреагируем Итак, веселуха-залипуха У нас хорошая житуха Веселуха-распивуха Что еще? Веселуха-так-так-так-так-так Запаюха-плесовуха-зажигуха Это все от одного человека А кто идет на веселуху, у того всегда везуха А веселуха... Я прошу прощения... Не пьет на веселуху, у того два уха Не пьет, не пьет, не пьет Как минимум И третья Ребята супер, пишут вам Веселуха-уважуха Приезжайте к нам в Ергуну Или хотя бы в Болотное Очень хочется настоящей музыки Спасибо за творчество Кстати, а в творческих планах Вот то направление, да? Обязательно А я думаю, что мы уже даже прошли это направление То есть вся Новосибирская область Бывали, да? Уже на сколько раз, Толь? На пять точек Где-то несколько раз Нет, но где-то и не были Так же Нет, придется Но будете Но будете Веселуха классная штука Пишут нам Значит, в общем, все будет хорошо Если будешь слушать веселуху В общем, ребята обязательно озвучат ту версию Которая им понравилась с эфирного ватсапа А мы, возможно, именно вам напишем На эфирный ватсап поздравительные слова А главное Напомним еще раз Когда, где, друзья Правда, не пожалеете Потому что если у вас такая энергетика сейчас На эфирном частоте То что будет вживую в концертном зале Евразия, я представляю 21 апреля Восемнадцать тридцать Концертный зал Евразия Встречаемся с нами Прям вживую Приходите семьями Можно с маленькими детьми Ребята утверждают ноль плюс Да, пожалуйста, приходите Абсолютно Кстати, можно вот это вот? Абсолютно Мы никому не запрещаем танцевать Петь с нами А часто вам выпивают вообще люди? Да То есть ваши песни знают Абсолютно Абсолютно А веселуха греет утром ухо Вот сейчас хорошо было И у нас есть какое-то аудиосообщение От слушателей Говорят, что про вас, ребят Давайте послушаем Вот только что пришло на эфирный ватсап Добрый день Привет из Черепанова На связи Венгерова Светлана Знаю ребят очень давно И Диму, и Толю Отличные гармонисты Замечательные певцы И просто очень хорошие, веселые люди Я всегда им пишу, что горжусь Что их лично с ними знакома Так что, Дима, привет Толя, привет Ждем на Черепановской земле еще раз с концертами Так, так, так Это ваша знакомая? Конечно Это Светлана Венгерова Живет в городе Черепаново, Новосибирская область Не так давно мы в январе были, да, с концертами У нее свое замечательное кафе Венге Где они стряпают блинчики, угощают Где много самоваров, да? Много самоваров А музей целый Целый музей, да Светлана высылала нам видео, как там, из этого музея Она замечательный человек, доброжелательный И все, кто с ней команда Они тоже большие молодцы, умницы Нас встретили, как говорится, как родных А как Венгерова могли еще встретить? Часто вам чаю наливают на подобных выездах культурных Ну, знаешь, широкая душа Часто, чай нечасто К сожалению, да? Хотелось бы чайку уже дать С утра-то Ну, знаете ли, как говорится, под хорошую музыку и метаболизм улучшается Совершенно верно Это разве же проблема? Ну что, к сожалению величайшему, нам пора прощаться Время закончилось, но не заканчиваются наши встречи, правда же? Мы же еще увидимся Мы вас обожаем, ребят, спасибо вам за вас Мы точно будем командой Радио 54 на вашем концерте 21 числа Ничего на вечер не планируем Готовим только нервную систему По крайней мере, моя мама уже мне позвонила Спросила, ты мне сын вообще или где? Да, 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 организуешь или нет Друзья, всем огромное спасибо за теплейшую сегодняшнюю компанию Да, сегодня будет жарко, но мы не устаем напоминать Это важно Холодные выходные приближаются к Новосибирской области А это значит, не спешим ни железного коня Ни себя вот в летней чешке, да? Берегите здоровье, одевайтесь теплее, отдохните хорошо А уже в понедельник мы обязательно вернемся С 8 до 11 есть предложение повторить Алексей Кузнецов был с вами сегодня Юлия Огнева Хороших выходных Дуэт веселуха Телеканалу ОТС и их Ютуб-каналу Огромный привет И мы в следующую пятницу наверняка организуем для вас новый видео-сюрприз Хороших выходных Ну и вот, кстати, помните, друзья Кто бы вам что ни говорил В любых жизненных ситуациях Как ни крути, проверено Именно вы Лучшее, что есть на этой планете Это 100% До понедельника Пока! Пока-пока! Простые человеческие Свои